Накануне Нового года в подмосковном совхозе имени Ленина состоялось совместное выездное заседание депутатов фракции КПРФ Государственной Думы, Московской Городской и Областной Думы. Торжественную встречу с подарками, концертом и фейерверком организовали сотрудники совхоза. Они пригласили всех, кто уже много лет защищает, поддерживает и помогает развивать народное предприятие. Добра, здоровья, удачи, бодрости духа, чтобы совхоз Владимира Ильича Ленина был всегда лучшим, был всегда впереди. Мы с вами, уважаемые товарищи, с наступающим новым 2022 годом! Сотрудники совхоза приветствовали гостей и защитников родного предприятия и поселка. Действительно, КПРФ уже много лет поддерживает уникальное сельхозпредприятие в ближайшем Подмосковье. Я хочу сегодня от вашего имени в канун Нового года сказать огромное спасибо Геннадию Андреевичу Зюганову, Коммунической партии Российской Федерации, Президиума ЦК, Центральному комитету и тем людям, которые вот сегодня сидят с нами и будут продолжать бороться за наше будущее. При поддержке коммунистов и благодаря работе трудового коллектива совхоз не только удалось сохранить, но и сделать одним из самых успешных и эффективно работающих народных предприятий в стране. Мы с вами сегодня об этом говорили, доказали, что у нас лучшие надои молока, лучшая земляника, лучшие овощи, лучшие соки, лучшие напитки, лучшие сыры. Кто-нибудь пробовал другую квашеную капусту, все говорят, что наша квашеная капуста лучше всех. В этом году мы больше 20 миллионов потратили на нашу культуру. Наши дети ходят в наш культурный центр, наши дети ходят в наш бассейн, наши дети ходят в наши школы. Мы с вами действительно лучшие. Я поздравляю вас. Совхоз имени Ленина продолжает добиваться успехов, несмотря на колоссальное давление, которое оказывается на предприятии все последние годы. Проблемы у директора совхоза Павла Грудинина начались в 2018 году. Тогда он выступил кандидатом в президенты страны от КПРФ. Только по официальным данным Грудинина поддержала более 8 миллионов россиян. С тех пор состоялось более 1300 заседаний судов. В ноябре арбитражный суд Московской области вынес решение, согласно которому рейдеры получают контроль над предприятием. Сейчас, когда идет активная борьба за ваш совхоз, мы еще раз подтверждаем, что мы будем до последнего стоять и сделаем все возможное, чтобы рейдеров отсюда убрать. Восстановить все это хозяйство, чтобы мы опять радовались тому, что здесь уже создано. Сотрудники предприятия написали коллективное письмо генпрокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой начать проверку и защитить их от рейдеров. Обращение подписали более 330 сотрудников. Геннадий Зюганов передал Владимиру Путину пакет документов, связанных с попытками рейдерского захвата совхоза имени Ленина. Я хочу вам большое спасибо сказать за поддержку. Вы не верите тому, что Грудинин набил карманы деньгами. Вы видите, где я и как живу. Мы с вами все попали в одну и ту же неприятную ситуацию. У нас больше 300 квартир получили наши работники, пенсионеры, учителя, воспитатели, врачи, даже полицейские, ну когда они назывались милиционерами, все у нас больше 300 квартир получили по льготным условиям. Теперь за это меня пытаются осудить. А у владельцев квартир пытаются отнять жилплощадь. Но речь не об отдельных сотрудниках. Если совхоз имени Ленина перейдет под управление захватчиков, исчезнет не только само предприятие. Лучшая в России школа и детские сады-замки здесь были построены и финансируются совхозом имени Ленина. Исчезнет сам островок социального оптимизма. Именно этого и пытаются всеми силами не допустить коммунисты. Я еще раз хочу сказать, что фракция, Геннадий Андреевич и все нормальные люди, мы все с вами, вся страна сегодня проводит перед Новым годом митинги, пикеты, все шлют нам телеграммы в поддержку совхоза Владимира Ильича Ленина. Мы сегодня еще раз говорим всем, кто сюда замахнулся и протянул свои грязные руки, остановитесь. Зачем вам это надо? Угомонитесь. Мы знаем всех вас поименно. Уважаемые товарищи, за вас, за вашу победу, за ваше здоровье, за ваше счастье мы сегодня голосуем и говорим вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok